Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Огонь продолжает бушевать в птичьем раю Ванна в Западной Армении. Дома в Сурском районе Тигранакерта Диарбак и Ра обрушились по заказу госорганов. Компенсация нам не нужна, дайте нам жить на наших землях, жители Кашатага. Начато строительство нового моста между Арменией и Грузией. Эксклюзивное видео на горе Арарат появился Белый Медведь. Соболезнование от имени Западной Армении. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Сегодня утром на берегу озера Ван в районе Геваша возник пожар. Это место известно как птичий рай Западной Армении. Здесь сосредоточено около 50 видов птиц. Местные команды спасателей пытаются потушить пожар, но сильный ветер затрудняет их работу. Огонь все еще распространяется. В историческом районе Диарбак и Ра под названием Шар опасно разрушаются исторические сооружения. Турецкая палата архитекторов предупредила, что со сносом этих построек история региона полностью исчезнет. Как сообщает окунг.нет, об этом предупреждает турецкое издание Эвренцель. По данным источника в историческом районе Сур-Диарбак и Ра в 2015 году разрушения, начавшиеся после объявления 2 декабря комендантского часа, продолжают набирать обороты. Феорит Кахроман, сопредседатель Диарбак и Ра-Отделения палаты архитекторов, призвал положить конец разрушения. У культурного разрушения также должен быть предел. Следует видеть, что после сноса ничего не изменится. Необходимо отказаться от политики разрушения и отремонтировать или восстановить эти исторические сооружения. Это яркий пример политики культурного геноцида, организованной на территории Западной Армении, не осуждаемой цивилизованным миром. Компенсация нам не нужна. Дайте нам жить на наших землях, жители Кашатага. Об этом сегодня, 9 июля, во время акции протеста перед зданием правительства, заявил житель общины Пакахан Кашатагского района Тигран Уганджанян. Протестующий заявил, что не успел ничего взять, так как час назад их предупредили, чтобы они покинули свой дом. Упомянула также участница акции «Женщина», поскольку сегодня наша безопасность находится под контролем России, пускай Райка Рутюнян позабоится о том, чтобы жители Миджнована измели доступ к своим квартирам. Люди готовы уехать и жить на своей исконной земле сегодня. Если вопросы безопасности будут решены, каждый будет готов жить на своей земле. Позже об этом журналистам сообщил один из митингующих, который провел встречу с властями. 15 июля в 14.00 лидеры пяти сообществ должны принять участие в обсуждении решения, в ходе которого они предложат окончательное решение вопроса. После этого акция закончилась. Западная Армения еще раз заявляет, что возвращение перемещенных семей из Арцаха на родину является их гражданским правом. Западная Армения поддерживает любые позитивные шаги, которые могут помочь нашим братьям и сестрам вернуться в свои дома. Армения и Грузия заложили начало строительства нового моста между двумя странами, вдвое шире ныне действующего. В церемонии закладки моста приняли участие исполняющие обязанности министра территориального управления инфраструктуры Армении Сурен Папекян и его грузинский коллега Иракли Карселадзе. На его строительство Европейский банк реконструкции и развития выделяет финансирование в размере более чем 7 миллионов долларов. Группа украинских туристов наткнулась на медведя с редкой генетической аномалией – альбинизмом во время восхождения на гору Арарат. Медведь-альбинос, являющийся хранителем горы Арарат, встречал туристов на высоте около 3-4 тысяч метров. Это редкий случай, эти медведи не встречаются на таких высотах, так как это не их основная среда обитания. Совет Претендента, Правительство и Парламент Западной Армении выражают соболезнования в связи с безвременной кончиной матери жены полковника Сурена Шаумяна. «В это трудное время мы разделяем ваше горе и скорбим о вашей невосполнимой утрате», – говорится в заявлении правительства. Уважаемые соотечественники, государственное телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Освещение нашей работы направлено на то, чтобы сохранить прочную связь наших соотечественников и мигрантов с нашей родиной и культурой. «Признание Родины – лучший способ вернуться к своей идентичности». В этот непростой период государственное телевидение Западной Армении стоит за справедливой борьбой армян и нашего народа. Нам нужна ваша поддержка, чтобы преодолеть проблемы, с которыми мы вместе сталкиваемся. Вместе мы можем сделать больше. Далее для вас ансамбль Маратук «Типи Боран». «Типи Боран» 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 Продолжение следует...